Здравствуйте, настало время поговорить о главной новости минувшего месяца о новом японском мини-альбоме Blackpink. Оригинальный корейский альбом вышел в апреле этого года и спустя полгода нам представили японскую версию. Blackpink с момента дебюта выпускает японские версии своих песен. Многие айдолы помимо Кореи продвигаются в Японии, так как там очень много фанатов кей-поп индустрии. В тот же день, когда они выпустили альбом, они посетили шоу Music Station, на котором показали перформанса Kill This Love. Что я заметил на этом мероприятии? Первое, на что сразу стоит обратить внимание, это грустное лицо Джи Су. Объяснение такому выражению лица Джи Су, это то, что во время пребывания в Японии Джи Су простудилась. Следующее, это то, что девушки подтянули японский, но все же им помогал переводчик. Еще Blackpink изменили выступление. То есть они обрезали немного из вступительной и заключительной части. Еще что заметили фанаты, это то, что девушки показали интересный жест, тыкая на ладонь. Возможно, это какой-нибудь спойлер к будущему камбэку. Возможно, одна из песен будет называться что-то типа «Дай пять». А какие у вас мысли по поводу этого мини-спойлера? Пишите в комментариях, пообсуждаем вместе. Теперь поговорим о том, чем занимались Blackpink с 17-го года в Японии. Они успели посетить много ивентов, и я расскажу про некоторые из них. В 17-м году на Большой Арене они провели дебютный шоу-кейс. В 17-м и 18-м они выступали на Tokyo Girls Collection. Еще в 2017-м году они выступили с Bombayana NTV Sukkiri. Вам точно знакома верхняя часть «Наряда Розе». Да, видимо, платье из As A Future Last немного разрезали на части. В 2018-м году они выпустили альбом Re-Blackpink, посетили объемы ТВ, где выступили с As A Future Last и Playing With Fire. В 17-м и 18-м году выступили на MTV V-Mage. В 17-м и 19-м на музыкальном фестивале A Nation. Еще что нельзя оставить без внимания, это первый тур группы по городам Японии, где они показали очень интересные выступления, исполнили коверы, а также сольные номера. Помимо этого, Blackpink посетили еще много мероприятий в Японии. Все мероприятия вы можете посмотреть в открытом интернет-пространстве. В 2020-м году Blackpink снова вернутся в Японию и проведут свой тур. Ну а у меня на сегодня все, буду благодарен за лайк и подписку на канал. С вами был Фоблинкс. Не забывайте, что на канале есть много интересных видео. Сверху смешные озвучки, а снизу теории. Просто выбери, что ты будешь смотреть следующим и тыкай на эту картинку. До встречи!